Раз-раз-раз. Договорное право. Лекция номер 10. Правовое регулирование хозяйственных отношений по передаче имущества во временное пользование. Договор аренды. Договор аренды. Договоры предприятий, зданий, сооружений и договор финансовой аренды лизинга. Итак, понятие договора аренды содержится в 606 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору аренды имущественного найма арендодатель, наймодатель обязуется предоставить арендатору, нанимателю, имущество за оплату. В двух вариантах. Первый во временное владение и пользование и второй во временное пользование. Как и в любом договоре, в договоре аренды тоже есть стороны, которые заключают между собой договор. Или субъекты договора аренды. Первая сторона называется арендодатель или второе название наймодатель. Вторая сторона арендатор или наниматель. По общему правилу и в роли арендателя, арендатора и в роли арендодателя могут выступать любые субъекты гражданского права. Как физические, так и юридические лица. Арендодатель это собственник, передаваемого в пользование имущество или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду. Арендатор это лицо, заинтересованное в получении имущества в пользовании. Предметом договора аренды может быть любая непотребляемая вещь, поскольку она не теряет своих натуральных свойств в процессе использования. 607 статья гражданского кодекса говорит о том, что в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи. Рассмотрим содержание договора аренды. Прежде всего нужно сказать о том, что в договоре аренды указываются обязанности арендодателя и арендатора. Посмотрим на обязанности арендодателя. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующим условиям договора аренды и назначению имущества. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимся к нему документами, техническим паспортом, сертификатом качества и так далее, если иное не предусмотрено договором. Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них арендатор не может использовать имущество, то он может расторгнуть данный договор. Если арендодатель не предоставил арендатору сданное в наем имущество в указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, в разумный срок арендатор вправе истребовать от него это имущество в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Российской Федерации. И потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением. Арендодатель отвечает за недостатки, сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им. Даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках. Как только эти недостатки будут обнаружены, арендатор вправе по своему усмотрению потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя. И как крайний вариант попросить досрочного расторжения договора ввиду невозможности работать в данном помещении в связи с теми недостатками, которые были обнаружены. Арендодатель не отвечает за недостатки, сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды, или были заранее известны арендатору, либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду. При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Неисполнение арендодателям этой обязанности дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы, либо расторжения договора и возмещения убытков. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт, переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом. Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором, а если он не определен договором или вызван неотложной необходимостью, то в разумный срок. Рассмотрим обязанности арендатора. Главной обязанностью арендатора, конечно же, является оплата, которую он должен производить за пользование имуществом, или арендная плата. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды. А если такие условия в договоре не определены, то в соответствии с назначением имущества. Арендатор вправе с согласием арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду под наем и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу. А также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или поевой взнос в производственный кооператив. По условиям статей 619 и 620 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно досрочное расторжение договора аренды в следующих случаях. По требованию арендодателя в судебном порядке и только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. В случаях, если арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества, либо с неоднократными нарушениями, также договор может быть досрочно прекращен, если арендатор существенно ухудшает имущество. Если он более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату. Если арендатор не производит капитального ремонта имущества в установленные договором сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки, в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором, производство капитального ремонта является обязанностью арендатора. Также договор аренды может быть досрочно прекращен по требованию арендатора в судебном порядке. Если арендодатель не предоставляет имущество в пользовании арендатору, либо создает препятствие пользованию имуществом. Если переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности, в то время, когда происходило заключение договора. Если арендодатель не производит, являющийся его обязанностью капитальный ремонт, установленный договором арендные сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки, также может быть прекращен в одностороннем порядке договор аренды. Если имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодным для использования. А сейчас рассмотрим виды договора аренды. К видам относятся договор проката, аренды транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятий, финансовые аренды лизинга. Итак, мы начнем рассматривать данные виды договоров с договора проката. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование, гласит статья 626 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны в договоре проката также называются арендодатель, это коммерческая организация, осуществляющая сдачу имущества в аренду в качестве основной предпринимательской деятельности, и арендатор, это физическое или юридическое лицо, использующее имущество в личных целях, а не для извлечения прибыли. Имущество, предоставленное по договору проката, как мы уже сказали, используется именно для потребительских целей. Договор проката заключается в письменной форме сроком до одного года. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив о своем намерении арендодателя не менее чем за 10 дней. Арендодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, а также ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества, либо выдать ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом. При обнаружении арендатором недостатков сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующих пользованию им, арендодатель обязан в 10-дневный срок со дня заявления арендатора о недостатках, если более короткий срок не установлен договором проката, безвозмездно устранить недостатки имущества на месте, либо произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии. Если же недостатки арендованного имущества явились следствием нарушения арендатором правил эксплуатации и содержания имущества, арендатор оплачивает арендодателю стоимость ремонта и транспортировки имущества. Арендная плата по договору проката устанавливается в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно. Это может быть плата за месяц или плата за один день и так далее. В случае досрочного возврата имущества арендатором, арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня следующего за днем фактического возврата имущества. Рассмотрим следующий вид договора аренды – аренда транспортных средств. В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрены две разновидности аренды транспортных средств в зависимости от того, кто обеспечивает управление арендованным транспортным средством и его техническую эксплуатацию. Первый способ называется аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации. Второй вид называется аренда транспортного средства с предоставлением технического экипажа, который обслуживает данное транспортное средство. По договору аренды транспортного средства с экипажем или фрахтования на время арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по технической эксплуатации. Статья 623 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока. Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны отвечать обязанностям, которые соответствуют требованиям договора. Члены экипажа являются работниками арендодателя. Они подчиняются распоряжениям, относящихся к управлению и технической эксплуатации, распоряжениям, касающихся коммерческой эксплуатации транспортного средства. Если договором аренды не предусмотрено иное, то расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендодатель. Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с экипажем, арендатор несет расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов. В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства, арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды. Аренда транспорта без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации, то есть без экипажа, регулируется статьей 642 Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору аренды транспортного средства без экипажа, арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату, во временное владение и пользование, без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен в письменной форме, независимо от его срока. Арендатор в течение всего срока договора аренды обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транспортным средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую. Если договором аренды транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор. Следующий договор – это договор аренды предприятий, зданий и сооружений. Регулируется данный договор статьей 650 Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение или пользование или во временное пользование арендатору здания или сооружения. Договор аренды здания заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его недействительность. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. По договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору предоставляется право аренды или предусмотренное договором аренды здания или сооружения иное право на соответствующую часть земельного участка. Также за ним сохраняется право пользования частью земельного участка, которое занято зданием или сооружением и необходимо для его использования на условиях, действовавших до продажи земельного участка. Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер арендной платы. Установленная в договоре аренды плата за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участком, на котором оно расположено или передаваемой вместе с ним соответствующей частью участка. Аренда предприятий. По договору аренды предприятия в целом, как имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору заплату во временное владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства, передать в порядке на условиях и в пределах определяемых договором запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначение индивидуализирующая деятельность предприятия и другие исключительные права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Статья 656 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Также он подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его недействительность. Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия договора аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоянии, в том числе осуществление его текущего и капитального ремонта. На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией арендованного предприятия, если иное не предусмотрено договором, а также с уплатой платежей по страхованию арендованного имущества. Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества, независимо от разрешения арендодателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено договором аренды предприятия. И еще один договор в этой группе – договор финансовой аренды или лизинга. Итак, по договору финансовой аренды арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем. Гласит статья 665 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов. Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущество, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в частности, в отношении качества и комплектности данного имущества, а также сроков его поставки и, в других случаях, ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные гражданским кодексом для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества. Однако арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя. Таким образом, в отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как солидарные кредиторы. Арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем случае арендатор вправе по своему выбору предъявить требования, вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно продавцу имущества, так и арендодателю, которые несут солидарную ответственность. А сейчас обратимся к главному источнику, регулирующему данную группу договоров, договоров аренды. Это Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 34, которая так и называется «Аренда». В параграфе первом вы видите общее положение об аренде. Далее параграф второй «Прокат». Параграф третий «Аренда транспортных средств». Две ее разновидности. Параграф четвертый «Аренда зданий и сооружений». Пятый «Аренда предприятий». И параграф шестой «Финансовая аренда или лизинг». Итак, на этом лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...